Всем привет дорогие друзья, с вами Фил, и сегодня у нас очередные новости пабга, в которых мы обсудим официальное заявление разработчиков касательно тех изменений карты Ирангель, которые мы видели в материалах датамайнеров, плюс еще некоторые интересные новости. Погнали! Начнем пожалуй с изменений Ирангеля, если вдруг кто не в курсе, что это за изменения и с чего бы им быть, быстренько напомню. Совсем недавно в файлах игры тестового клиента появилась абсолютно новая карта Ирангель, которая в принципе похожа на старую добрую зеленку, но имеет ряд очень существенных отличий. Если говорить конкретно, то там появилась ну просто масса новых зданий и даже целых поселений. Такое чувство, что разработчики пытаются усеять домами всю карту. Естественно очень многие игроки, в том числе и профессиональные, заметили планы разработчиков об изменениях и высказали свое резкое недовольство. По их мнению, перенасыщение карты зданиями в корне поменяет привычную для Ирангеля игру. Пропадет возможность использовать старые ротации между зонами и из-за этого очень сильно сломается отличный устоявшийся баланс, который особенно заметен в киберспортивной игре. Дословно цитирую одного из профессиональных игроков, можно сказать, что такие изменения равносильны введению дополнительных подходов к точке закладки бомбы в кс, что собственно в корне меняет игру. Другим же данное изменение показалось попыткой сделать из Ирангеля викенди, что тоже не особо хорошо. По итогу сами разработчики увидели весь этот негатив в свою сторону и оставили следующий комментарий. Как вы уже поняли из утечек, основной работой нашей команды на сегодняшний день является изменение лута и его баланса на картах. На данный момент самые большие изменения коснулись Ирангеля, он активно дорабатывается и проходит тестирование внутри команды. Мы понимаем, что баланс лута это одна из важнейших частей игры, поэтому подходим к этому вопросу с максимальной осторожностью. Более подробная информация о всем, что мы хотим сделать, появится в течении нескольких дней на нашем официальном сайте. И еще имейте ввиду, что все утечки актуальны только на тот день, когда они были слиты, не доверяйте им полностью, рекомендуем дождаться запуска переделанной карты на тестовые сервера и вместе с нами ее оценить. И тогда уже сделать свои окончательные выводы, которые мы обязательно учтем при изменении. Ну вот что-то такое, друзья. Я конечно понимаю, что разработчики хотят мягко так парировать наезды в свою сторону, при этом оставить свои наработки практически без изменений. Но увы, как мне кажется, аудитория, особенно профессиональная воспримет это очень критично и болезненно. Все же разработчикам стоит понимать, что даже если их стиль игры заключается в ожидании врага внутри дома и для них, как для потенциальных игроков это изменение кажется супер крутым, то для профессионалов это будет настоящая проблема с множеством непредвиденных ситуаций. А думаются разработчики или нет, честно не знаю, как по мне лут можно было бы отрегулировать и без изменения самой карты, но наверняка создателям все же виднее. Однако уверен в комментариях вы напишите свое мнение на этот счет в сотни раз более убедительные чем все разработчики и профессионалы, а мне как обычно будет очень интересно почитать. Ну и еще одна новость, которая думаю многим будет интересна. Это бан сразу двух аккаунтов профессионального российского игрока ибаха, выступающего в рядах фейсклана. Бан он получил всего лишь на сутки и благо уже был разбанен, но удивляет то, что злошный античит наказал не один, а целых два аккаунта игрока и по факту причина непонятна. Ну в этом впрочем вся суть пабга. А на сегодня это все, всем спасибо что смотрели, удачных вам праздничных выходных, поздравляйте своих дам с праздником, не забывайте ставить лайк под видео, проверяйте подписку на канал, удачи вам и пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok